Мадину Тимирсултанову, по словам учителей, можно назвать одаренным ребенком. Сейчас она в восьмом классе. За весь учебный процесс она приняла участие во множестве различных олимпиад и конкурсов и все в различных предметных направлениях. Последняя общегородская олимпиада на этот раз по географии прошла на базе средней школы номер 4 26 ноября. В ней, как и практически во всех интеллектуальных мероприятиях на проверку знаний и логики, Мадина заняла первое место. Олимпиада была несложная, нужно было просто подготовиться. Мне помогала моя классная руководительница и учитель географии. 25 вопросов было, 5 уже логических было. Ответила на все. Были несложные. То, что мы проходили за весь курс 5, 6, 7, 8 класса. География для нее один из любимых предметов. Преподает данную дисциплину в средней школе номер 13 Патимат Абуязидова, являясь при этом и классным руководителем 8 А, где с 6 класса обучается и Мадина Тимирсултанова. Определенную часть каждого урока занимает опрос пройденного материала. Самой активной в этом, по словам Патимат Нурадиновны, является Мадина. Какое условие должно быть обязательным, чтобы почву назвать плодородной? Что она должна? Она должна быть рыхлой и темного цвета, чтобы считалась плодородной почвой. А самая плодородная почва какая у нас считается? Черная. Черная тела. Как она пришла в наш класс, 6 класс, она с первой школы к нам перевелась, вот показала себя только с лучшей стороны, можно сказать, гордость нашего класса. И как классный руководитель, и как предметник ее я веду географию. 6 класса, конечно, все результаты положительные, отзывы от учителей всегда положительные на счет Мадина у нас. Немалую долю в положительных результатах учащегося занимают педагоги, вкладывающие в каждого своего воспитанника немало усилий и стараний для того, чтобы закрепить знания. Не все дети при этом усваивают материал так, как Мадина. Обладая хорошей памятью и сообразительностью, на данный момент она является круглой отличницей. Идет как круглая отличница. Надеюсь, в дальнейшем тоже диплом будет красный. Закончена медаль, надежда такая. Пожелаем, конечно, и удачи во всем. Преподавательский состав 13-й школы надеется, что Мадина сможет реализовать все свои планы и построить твердый фундамент знаний для того, чтобы продолжить свое образование. Глядя на результаты сегодняшнего дня, можно с уверенностью сказать, отмечают учителя, что если она будет двигаться в том же направлении, у нее все получится. Заира Магомедова, Магомед Тимир Султанов, информационная программа «Пульс».